Субтитры сделал DimaTorzok Точнее ты уже и не Гоша Рыбацкая хата Наверное он хочет, чтобы я осмотрел это место Для атмосферности потушил Тут дети А кто это? Идите в другую комнату Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю, ничего у нас нет Ничего не знаем Мне нужны сведения Я ищу двух женщин Жену и дочь кровавого барона Никого тут не было, сударь Может хоть мимо проезжали? Девушка невысокая, лет двадцати Её мать худощавая Под сорок, видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок Зачем же врать? Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться А вы, сударь, не похожи Ни на кого из людей её отца Потому что я не из них Я ищу Тамару и её мать Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности Тамара-то небось сидит у моего брата в Оксенфорте А с госпожой Анной тут другое дело Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вроницах У господина барона Почему? Так он её лупил, сударь Госпожу Анну, значит Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело Я ждал их старой смолокурни Привёл коней Лютый был холод, а темно так, что я на два локтя ничего не видел Месяц стоял высоко, а они всё не приходили Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило Но наконец они явились И отправились мы в сторону реки Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь Я решил было, что мне башку оторвёт А вдобавок эти здоровущие птицы Их целой тучей кружили над лесом А крик такой подняли, что аж в ушах звенело Госпожа Анна крикнула и скорчилась Тамара взяла её за руку И я увидел На ладонях у неё пылали знаки Хм Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал Должок у меня был Перед барышней Тамарой Три луны тому назад Сын мой лежал в горячке И мы уж думали, что не выживет Тамара об этом проведала Принесла еду и лекарства А то у нас нужда такая, что в доме шаром покатит Что тут скажешь? Спасла мне парнишку Сам бы я не решился помогать Но жена мне сказала Настал час войны и презрения Час вражды человеческой Теперь должно за добро добром платить Потому что Кто стоит без дела Тот всё равно что зло творит Хм Жаль вот только госпожу Анну Не спасли Какие знаки? Ну, такие Будто ей кто железом выжиг На ладонях изнутри Выжиг? Как клеймят скот? Ну да Только эти знаки были не почерневшие А раскалённые Точно живым огнём светились Хорошо, и что было дальше? Стемнело ещё пуще Словно кто все звёзды погасил В одну минуту сверчки утихли А из лесу вдруг такой рык раздался Меня холодный пот прошиб Я дух перевести не успел Как из чащи Выскочило чудище Огромное Что твой сарай рогатая И глаза горят Как раскалённые угли Я-то думал конец мне Только чудище бросилось На коня госпожи Анны Башку ему оторвало А саму её в лес унесло Наши кони, значит Мой и барышня Тамары Переполошились И понесли Куда глаза глядят Только потому мы избежали Тамара хотела вернуться за матерью Но на счастье Жена её отговорила Убедила Что одной ей Ничего не сделать Спасибо тебе за помощь А с тетенькой Всё с ней будет хорошо Я сделала всё что смогу Конец тетеньки Вах уже конец Опять с пароном говорить Опять с пароном говорить Так Я потырю Пустая бутылка там Можешь и себе оставить Что Что твои дети играют скажем мне Не мешают мне воровать твои вещи Жемчуг А там одинаково Мальчик Хватит у меня Это у тебя алкакош Сейчас за тебя я всё довару и пойду спасать Ты не волнуйся Я тут не собираюсь задерживаться Блин Что такое Не наводится у меня Свеча Дальше шутить Ну давайте свечу возьмем Всё ванчики Хватит Значит здесь кончается наш общий путь Благодарю тебя Дэя Иди с миром Куда она ушла Интересно Ну конечно Какое тут красивое освещение Я буду наверное ещё Несколько дней игры удивляться Насколько это красиво смотришь Конечно В GTA такого не было к сожалению Ах Если бы ещё то такое освещение было Тут был бы наверное ночью башку сносился все туда мне там карта ведет это от них барона возвращаться хочется а найти мим ёпта не хочу вот это вот делать я хочу дойти до максимума и крутить ну да тогда деревню поедем раза до сих пор идешь что вау днем да еще и гроза такая круто не это очень круто очень и очень круто это впечатляет кажется то даже может быть иногда графон как в трейлере который два года назад показывали если совсем постарается игра что-то такое будет происходить не торопись чем ничего не понравилось что они даунгрейд 0 из того что показывали до этого то они даунгрейд 0 зачем-то броню дикой охоты который была в первом же ролике которые показывали где он там убивал деревню разграбляли они а броньку это они взяли какой-то хуёвый сделали женщин зачем только я не особо то есть за консоли они тянули ну не беда зачем же так сильно ухудшать если он видит хорошие сапоги или уже не по уровню в нем я вообще тут был а вроде тут был что я не помню оборудование люди кто-то приветствует выгод ничего не покупать давай что-то еще что-то есть тут ничего больше а он кузнец я не туда бегу блин мини карта слишком мини карта нужно больше карта больше карта нужно больше карта быстро больше карта что даже от кузнеца ты не бери или слишком рано еще или слишком рано еще а я вакей дважды просто одна и то же способ все карта меняй вот эту фигню пойдем искать дочку барона узнаем историю до конца уж пойдем когда туда не так это можно типа пойти к барону поговорить с ним зачем тогда явно нужно еще пойти с дочкой поговорить чем вообще так распределять задание с одной стороны выбор с другой стороны какой-то он бессмысленный выбор сопряжение сыр не только одного тела мир ведьмаков окей хотела почитать на наш тексте который нам там написали но не успел что они там делали с этой женщины посмотрим что это может выкрут так клиент 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 он 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 мечик это новое что-то нет с 22 ахи это да я уже скоро кстати 12 раз это найден до 13 уровня туда ждать а не тут ничего так понял машине что-то из товаров новых и жизнь это что такое пергамент пергамент ну что есть у тебя лучше у него арбалет чем у меня уже есть уровень повышаешь у них сразу же оружие побольше статус до 4 урон тюбе 6 страна то что-то не очень все все это не очень жемчуг он у него зато сколько стоит 688 жемчужины интересно в каких вещах они используются как компонент кажется их основа все было продает конечно то есть видео где чувак все фармил так деньги продавая жемчужины что а вам что милостивая госпожа циркуль 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 еще один друг весь высосан до последней капли это он кстати броньку можно взять о это как-то я не так зашел как я обычно захожу что этот и не было даже клубничка а то крест какой-то будет раз помещение такое отдельное а уж просто помещение с ним что-нибудь есть у тебя приветствую еще раз так что подкинешь мне интересной работы а то великолепно так плюс 40 это 16 так это же старая новость 14 какой значит 16 16 и 14 у меня сапогета какие-то нашел чертеж так 6 8 это как раз скоро уже через до уровня но они 18 уровня неплохой тогда чертеж нашел это значит что-то новый десятый уровень сапоги убийцы как скорая получил новые сапоги 18 уровень только так ну да да давайте сделаем так 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 опс нет так а у есть я собаки следопыта этого сапоги убийцы еще можно клиент поставить свои убийцы выглядит так странно как-то сказал бы что ассоциируется невеста пока любить она готова этого нет нужно попросту и так или чтобы скипался так разбирал холст черенок сама не знать черенка нас их какой-то пользу чё тут нету кнопки разобрать все и страз здоров будь здоров вообще не у меня уже кончается содержит так нет я застрял надо еще поставить она здесь живет все готов к всем не шалей этот вход где был вклад пацаны ну мои извинения а вход может с другой стороны эй седой а ты че такой белый че ты такой белый я ищу тамару дочь кровавого обороны из велины твой брат сказал она здесь так вас милсдарь войцах поислам иначе как бы я тебя отыскал погодите милсдарь я ее сейчас приведу а потом этому барону сказать что не нашел я ее и вообще плохие дела ты меня спрашивай кто ты тебе отец прислал я хотел убедиться что ты жива и с тобой все в порядке меня зовут геральт из риме у меня все замечательно геральт из риме так как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни теперь когда ты это узнал прощай подожди нам не о чем разговаривать че такая дерзкая твой отец дурной человек я не удивлен что ты зла и расстроена так зачем ты ему помогаешь зачем взялся за эту работу потому что у него есть сведения о том кто мне очень близок он обещал мне все рассказать если я найду тебя и твою мать понимаю это кишантаж вполне в его стиле в любом случае ты нашел меня можешь ему передать что я жива и что я никогда не вернусь прежде чем я согласился тебя искать барон рассказал мне вашу историю так как ее видит он что расскажешь ты моя история скучна как жизнь на болотах мое первое детское воспоминание пьяный отец лежит под лестницей облеплены грязью и сжимает в руках бутылку примерно так же прошла еще дюжина лет отец пил беспробудно пропадал как он 100 до до барона он возвращался и закатывал такие скандалы что только мебель если он столько пил как он в общем мог мог бы служить с вами помню как он орал на маму билы и аж до хруста она плакала я тогда пряталась под кровать и ждала тишины вот и вся история если это тамара по-другому представлял в конце концов чаша терпения переполнилась и мы убежали что твоя мать потеряла ребенка я бы не хотел об этом говорить но я знаю что твоя мать потеряла ребенка из-за него он толкнул ее она упала тогда все и началось мы были одни помощи ждать неоткуда всюду кровь это была самая страшная ночь в моей жизни тяжело вам обеим пришлось мама была в шоке не славсдормал все хорошо что она не хотела этого ребенка у нее наверное жар было кровь из нее лилась ручьем она не хотела ребенка она говорила что скорее спорит себе живот чем родит ребенка от его семени войцах говорит у твоей матери на руках были странные знаки и что чудовище утащило ее в лес это правда мы ехали к реке вдруг мама вскрикнула скорчилась чуть с коня не упала я подъехала ближе и увидела как что-то происходит с ее руками они будто пылали и тогда из леса выскочила это существо не знаю что это было но там же кто-то переодевался еще одежда была я видела как она выворачиваете личного огня я в жизни так не боялась она схватила маму и исчезла в лесу я хотела поехать за ними но кони понесли теперь я даже не знаю жива ли она что ты собираешься делать разыщу маму знаешь что это может быть непросто я не настолько отчаянная чтобы думать что справлюсь сама но у меня есть новые друзья могущественные друзья и они мне помогут что за новые друзья если это конечно не тайна никакая это не тайна через церковь вечного огня я вышла на охотников за чародейками но вот церковь вечного огня и было отважные люди и они мне помогут так вот откуда эти светильники в твоей комнате ты увлеклась вечным огнем когда жар пламени вечного огня разжигает твое сердце пламя до конца жизни ведет себя дорогой правды и прибавляется желаю чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести спасибо когда я был маленький меня учили не играть с огнем обжечься можно а что будет с твоим отцом он меня не интересует я не вернусь к нему эта часть моей жизни осталась позади я не думал что барон дойдет до того чтобы нанять убийцу чудовище хотя кажется вы прекрасны следопыты рад что ты знаешь кто я а сам ты не представился граден охотник за чародейками на службе его королевского величества радовида риданского ты должно быть слышал о нас мне все уши прожужжали если кровавый барон прислал тебя за дочери лучше сразу смирись в этот раз ты задание не выполнишь благодарю за заботу но о моих заданиях беспокоиться не надо что до тамары она сама решит что делать это благородно с твоей стороны отказаться от платы ради блага человека охотники и церковь вечного огня благодарны тебе а все-таки интересно что барон нанял для поисков дочери именно ведьмака отчаявшийся отец способен на многое чтобы найти свою дочь и это говорит ведьмак а говорят мутации лишают вас человечности и отнимают чувства многие лишены человечности и без мутаций куда вы едете тамара должна отдохнуть ей через многое пришлось пройти когда тепло вечного огня восстановит ее силы мы приступим к поискам ее матери надеюсь ты понимаешь во что ввязываешься никогда ни в чем не было более уверенно вечный огонь лучшее что могло встретиться мне в жизни в таком случае остается пожелать тебе удачи спасибо что ты оставил мне выбор всего доброго кто на кошка так смотрит с подозрения мультик а до сих пор краса идёт там задание кажется недовыполнено еще что с матерью случилось оттащили ее но так как то вся эта история что они переодевались одежда это было вечного огня лично пламени музык ника не будет доволен этот барон так скачь и вырезать на танцы падение дома сердце защитники веры доброволец кстати от роли краски наш на счет но видимо я не узнаю с ее матери с училась как-то я не так видим и чё-то я можу сделал а можете не не должен был я узнать чтобы воровать можно единственное письмо так сделай сам у меня уже был на второй этаж там тоже можно подняться круто еще и люди есть не обидеться что-то у меня все товару сейчас интересно а тут бордели такого не нашел он же должен быть в этом городе может быть даже где бордели вас тут ходишь так как к этому мужику вот бордель не видели вроде он выглядит как-то так же как и здесь только с девочкой знаете так девочки знаешь что такое что на рожала всякой девочки есть у нас телочки мне быть телочек прийти телочек сидишь и я так отоп еще один образец сам мне подойти к херме ну все поправу ты говорящий а это вот который снизу ничего он так все равно устроился почитаем таинственное письмо все готово ждет только тебя когда мы рассказали кого не мундир о твоем усердии и рвение он без колебаний согласился принять тебя в наши ряды вначале ты пройдешь предварительное обучение а ты уже умеешь ездить верхом и владеешь ничем поэтому основные навыки у тебя есть все прочее не займет много времени как только ты найдешь как только ты наденешь наш мундир отправимся на поиски твоей матери мы ее найдем обещаю даже если придется перерывать весь велен не найдут у меня так опять читать не буду у меня уже пять книг этих сделай сам блокер на 5 весело суда молнии ну все пойдем рассказывать хорошие новости барон он да точно будет рад вас наградит нас за то что мы скажем что . твоя решила что ты такой хуёвый отец что нафиг надо можно конечно сказать ему что она умерла наверное хотел схитрить тема тогда тоже надо хотя не знаю что его счастливее сделаю то что они все умерли или то что дочь шивана не хочет его видеть неизвестно что хуже атмосферненько тут веленте просто покрылся дождем уже не который день уже тут идет дождь идет она идет не прекращаясь поражей хочет просить об услуге а ведьмачи и значится говори в чем дело поражаю нужен тот что зла не устрашится близится ночь дядов надобно нам праздник обустроить придут заблудшие духи а также и проклятые круг от этих чудищ охранять надобно но ты мне помог почему мне тебе тоже не помочь похоже тут и правда нужен ведьмак ладно я вам помогу ворожей знал что ты не откажешь время собирать людей через озеро отправляйся на коломбицу там и встретимся в кругу каменьев чем быстрее со всем разберемся тем лучше лучше всего сегодня в полночь сразу же задание не подкатили только я одно закончил сразу же новое ну что такое узнаете меня? ты конюшей я тебя вытащил из огня я вам этого не забуду вот вам благодарность все подряд прям стали появляться все подряд прям стали появляться ну что мне новую лошадку да что ли я уж почуял как припекло припекло вы тебя говоришь пора бы шкуру спустя у меня тоже чей частенько припекает ведьмак можно тебя на минутку хорошо все стали санагаре кажется не имел чести меня сержантом называют понимаешь прозвище такое еще с армии с тех пор как я служил с филиппом с бароном значит под знаменем тимири у меня тут вопрос появился в чем дело? что вы делали с бароном в ту ночь когда он велел всем в домах закрыться спроси об этом барона кстати где он все время сидит в саду пьяный? нет ничего не ест ничего не пьет просто сидит там это еще больше настораживает блин хуёвый такой спиток я нашел что барон что-то написал давай-ка почитаю твое любовное письмецо ммм дорогой мой я вздохнул с облегчением получив твое письмо я так рада что твоя рада быстро соживает представляю как тебя раздражает необходимость провести еще несколько недель в азарете но я счастлива что ты не будешь предвергать себе опасности в аю тамара растет с каждым днем уже становится на ножке эса держится за что-нибудь но стоит пока еще не твердо а а а теперь глаз да глаз окей только отвернешься она карабкается на стол хватает все для чего может дотянуться ручочками ручонками а недавно чуть не опрокинул на себя горячий суп думаю придется мне взять в помощницу дочку мельника а то боюсь однажды не угляжу за тамара особенно сейчас вне под хозяйство дорогой филипп везу на пути скучая ежедневно молюсь нашли какой год вообще было интересно когда еще все было хорошо у него там а все не было так плохо а вот ты где видишь мальвы вот эти вот голубые я привез их из Назаира Анна вычитала о них в каком-то рассказе и хотела чтобы у нее непременно были такие же те сами за ними ухаживала какая она тогда была счастлива а вон те смотри такие лохматые за река они их называют райские бутоны тамара говорила райские драконы она очень их любила жаль я никогда не узнаю какие цветы понравились бы дэй а теперь я хоть знаю что ее дух свободен я понимаю как тебе больно к сожалению мы мало что могли сделать теперь уже не важно понятно что было слишком поздно раньше надо было думать надо было увести их из этого чертова велено все из-за этой сраной дыры здесь ничего не могло сложиться по хорошему у меня есть весть о твоей семье ты что-то узнал пойдем внутрь холодно тут есть новости о чем я тебе говорю моя дочь в аксенфурте что с ней все в порядке она здорова там безопасно почему ты ее не привез я не говорил что привезу ее а откуда ты знаешь что у нее все хорошо ты хоть видел ее да мы говорили пару минут она позволила передать тебе что с ней все в порядке когда она вернется домой что она к тебе не вернется как это не вернется но я тут все для нее приготовил комната ждет я послал за новыми туфлями в ту сент а она не вернется чем скорее ты с этим смиришься тем лучше посмотри правде в глаза ты был не самым лучшим отцом правда не самым но я изменился если б только она вернулась если бы они обе вернулись а может еще не все потеряно говоришь она в аксенфурте вдруг она еще там и согласится меня выслушать я бы на это не рассчитывал я попытаюсь я должен без нее и без заняты в моей жизни нет смысла мне терять нечего а а баня ничего случайно не узнал пока ничего но я нашел ее след ну и чего тогда ты ждешь что ты расскажешь о цире как договаривались ну ладно а сейчас кем узнаешь что случилось сонет когда цире оправилась мы ее на охоту взяли ну что проехалась кости растрясла а то она долго лежала а мы сейчас будем за цире а девушка то твоя счастье приносит мы такого вепря загнали там король фольтест будь он жив на него слюной бы истек цири поди сюда тебя причитает спорядочный кусок ну девка неплохо ты себя показала неплохо то неплохо но кто ж на кабана с мечом ходит у меня не было ни лука ни копья значит оставался только меч не здорово ты им орудуешь где ты так научилась на большей дороге хм то тут то там и не дива если ты одна по дорогам таскаешься теперь уже не одна теперь она в нашей компании ну вот именно ты в нашей компании или мы вместе вепря вместе загнали а так и не знаем откуда ты взялась женщина одета по-мужски с мечом на спине кто ты на самом деле наемница просто я много путешествую а в дороге не всегда попадаешь в такое приятное общество это на дело говорит за общество вот это я понимаю дед торчит воздухом мячом машет кабана завалить может молодец девушка да ладно да бабушка умеет мечом работать я уже видал вот чтоб верхом ездила это ни одна не сможет да и что ж тут удивляться если вы сука боком сидите хе 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 что ты меня верхом одолеешь ха 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 отдавай на что На вороную кобылу, что стоит в конюшне Ах, хреново дело Что случилось? Страх пробрал? Нет Так в чем дело? Это моя лошадь Состязаться с самим бароном большая честь Ого! Хотел бы я на это посмотреть Я тоже Заметано Но если я выиграю, то возьму твой меч Идет Ну, значит, смотри, сегодня не перепей Поскачем на рассвете История-то он расскажет Красивенько То есть, гроза вообще, такое чувство не останавливается Возможно, у меня зависла, гроза просто Нет, правда, мне кажется, у меня зависла, гроза Готов? Как никогда Скачем на перегонки до башни Охоним! Давай, цири! Ульдиви нас! Твой меч почти мой! Не дождешься! Что сложно-то в скачках? А ну покажи я! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok